Ростский флаг есть, но хорошо. Я в компании Blackview, которая занимается производством смартфонов. Обратите внимание, существует две компании с абсолютно одинаковым названием Blackview. Но одна производит смартфоны, другая производит видеорегистраторы. Здесь у них большой экран с рекламой, конечно же, того, как они собирают телефоны. Вот показушно всегда так снимают, вот просто идеально собирают, а когда зрители смотрят, говорят, то перчаток нет, то еще чего-то нет. Классная стена. Ну и давайте пройдемся по офису. В принципе, все офисы похожи. Здесь не буду так громко кричать, чтобы людям не мешать работать. Здесь люди занимаются, ну что, сотрудничеством с интернет-магазинами. Продвигают для кирбестов, кулай-кулов и всех остальных, все, кто с ними сотрудничает. Люди, которые работают с магазинами, сидят здесь. Также там на иностранный рынок работают. Тимбилдинг. А это основное офисное помещение. Здесь сосредоточены все остальные. Ну, я даже не знаю, про что здесь рассказывать. Хочу только обратить внимание, что у них столики сделаны не так, как у других. У других столики жестко разделены. Вот в скольких компаниях я был, и друг друга сотрудники практически не видят. Здесь у них все открыто, что очень удивительно. Необычно организован кабинет здесь у них. А вот эти вот столики, где абсолютно пусто, здесь сидят контрольщики качества. Но их здесь сейчас нет, потому что они в основном на фабрике. Сюда приходят, наверное, только отчеты составлять и говорить, столько-то процентов брака в нашей партии от такого-то числа. Идем дальше. Ну, понятно, что здесь и софтом занимаются, и всем-всем-всем остальным. Меня интересует вот этот вот кабинетик. Это гарантийное обслуживание. Точнее, не так. Это гарантийный ремонт. То есть, если какой-то телефон ломается, его присылают в компании, вот здесь вот их разбирают, устраняют неполадку, в общем, ремонтируют. Сегодня я посмотрел, как это делается на примере собственного телефона. Посмотрите, какие-то тут... Это что вообще за печка? Я не знаю, что это за оборудование. А вот это... А, пресс какой-то? Или это оборудование проверки сигнала? В общем, врать не буду. Что-то у них тут много всего интересного. Вот эти ребята и ремонтируют сломанные телефоны. Дальше. А, здесь фотографируют рабочие телефоны, пока еще не залапаны. И здесь финансовый отдел. Все бабки проходят через вот эту вот комнату. Шкафчики. Можно заглянуть? И говорят, можно заглянуть в шкафчики. Коробочки. Я надеялся увидеть тонны телефонов, но нет. Может, в другом шкафчике. Ну, все в коробочках. Уж не буду набираться наглости, проситься заглянуть в коробочки. Мужской туалет, женский туалет. Микроволновки, чтобы в обеденный перерыв подогреть себе еду. Ну и... Это где самое красивое место? Ну-ка, ну-ка. Иду. О, Стив Джобс на стене. Как же без него-то? О-о-о, тут они кушают, я понял. И тут у них выставочный стенд. Пойдемте посмотрим. Моделька. Alphine P1. Настоящая хоть? Да, настоящая, не болванка. О, вот это я долбил, кстати. Сейчас мои дети пользуются этим телефоном. Уже несколько раз сроняли его, все еще работает. Экран вообще отличный. Реально им можно колоть орехи. Ай, что-то он у вас... Все, я понял. Это я очень тороплюсь и торможу. Вот на него можно давить. Вы сильно не ругайтесь. На него реально можно давить, и никакие разводы не появятся. Ultra. Помню, очень похож на iPhone. Этот тоже тестировал. Дешевенький телефон. Ничего, как бы, очень плохого сказать не могу. Короче, ничего хорошего тоже. Это неинтересно. Omega Pro. Вот телефон, из-за которого я попал в офис этой компании. Потому что Blackview сказали, что плохо я обращаюсь с телефонами. И сказали, что могут показать. Не ломается он. Вот я пришел, они показали, как собирать, разбирать. Вот такие еще BV5000 есть. Такой цветовой расцветки. Ну, честно говоря, мне только зеленые нравятся. Остальные не очень. Это 6582. Ну, понятно, почему я его не видел. Наверное, еще и камера поворотная. Этот телефон я, наверное, даже не тестировал. И еще черный, противоударный и псевдо-водонепроницаемый. Тут у них какие-то ликерчики, бутылочки с вином. Это все настоящее? Можно попить? Какую бутылку? Начнем. Ходите, я спрашиваю. Да ладно, ладно, ладно. Сейчас зайдем к директору и вместе спросим. Сертификаты за... Да, ну, авторизированный дилер. В общем, много каких-то сертификатов, выданных за, наверное, большие продажи. За сотрудничество с интернет-магазинами. Я помню, в каком-то интернет-магазине видел, что, типа, за сотрудничество с магазином Алиэкспресс. Ля-ля-ля. Не помню. Книжки, книжки. Комментарии никто не читает, как всегда. И вид из окна. Помогика снизу. И какие-то вот производственные корпуса или что это такое у вас тут. Это окраина города. Тут я недалеко живу. А к директору можно? Пойдемте к директору. Раз уж я набрался такой наглости. General Manager. Назовем это главный менеджер здесь сидит. Но его, слава богу, нет. И вот кабинет директора. Я стесняюсь заходить. Нет, я хочу посмотреть. Можно, да, посмотреть? Ни хао. Вот так вот выглядит кабинет директора. Чаек тут пьют обязательно, обязательно с партнерами. И вот такие вот обалденные рыбки тут плавают. Смотрите. Сяоми. А чиститель воздуха? Почему не Blackview, а чиститель воздуха? Ну, очень мило тут все выглядит. Си-си, бай-бай. Картина, картина. Они тут картины подделывают, я понял. Они не только телефоны делают, похожие на айфоны. И последняя комнатка, я так понимаю. Что здесь? Директор по закупкам. Ага. Директора тоже нет. Где-то закупает. Там сидит. Понятно. А вот эти вот люди, где-то вот тут сидящие, занимаются закупками комплектующих. Процессоров. Нет, не процессоров. Плат, они сами не производят эти платки. Экранов и всего остального. Вот это директор. Это наши директоры по закупкам. Мы здесь есть. Мы здесь есть. Мы здесь есть. Михаил. Понятно. Директора по закупкам тоже увидели. Вот такой вот офис компании Blackview. Понятно, что офисы производства – это разные вещи. Производство находится в другом месте. Еще дальше о Чинжене, чтобы производственные, как это, площади были дешевле. О семейных связях Китая. Можно под одним названием организовать две компании. Blackview для производства телефонов и Blackview для производства видеорегистраторов. А создатели, как это сказать, владельцы этих компаний – родные братья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова